Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и сегодня мы приехали на высокогорный горнолыжный курорт, который находится в Алматы. Здесь невероятно красиво и очень много свежего воздуха. Зимой здесь можно кататься на лыжах, работают канатки, всевозможные подъемники. Здесь есть огромная гостиница, тренажерный зал, ледовый котов, бассейн, сауна, ресторан. А летом, собственно, здесь можно подняться на канатки, на самый верх, собственно, что я сейчас и сделаю. И вид просто потрясающий, и вообще погулять здесь очень здорово. А еще можно здесь покататься на лошадях, здесь рядом расположен подром. Да, провести тут целый день одно удовольствие, потому что свежий воздух, все очень красивенько тут сделали, отремонтировали. Ну все, мы поехали, поехали на канатки, поехали! Да, двери закрыли, как положено, окошки вот открыты. Класс! Вот, мы поднялись немножко повыше, сейчас будем пересаживаться на другую канатку, на открытую. Здесь уже воздух такой более прохладный и еще более свежий. Здесь, конечно, на втором подъемнике поэкстремальнее, потому что вы не в кабинке, вы просто на какой-то качельке непонятной. Доехали мы, очень здесь красивый конечный пункт, посмотрите. Мы решили подняться еще выше, я даже буду оборачиваться назад, потому что очень-очень страшно. Закончилась наша прогулка, мы спускаемся на канат, и посмотрите, какой прекрасный вид. Не могу поверить своим глазам, мы случайно ехали и застали уникальное зрелище. Это национальная казахская игра, в нее играли еще давным-давно, в общем, я не знаю, сколько лет о этой игре, а суть заключается в том, они на лошадях, в общем, отгоняются за друг другом, и вместо мяча у них туша обезглавленного козла, либо барана, я точно не знаю. И, конечно, это жестокая, но это национальная игра, которой уже, наверное, несколько сотен лет. Как называется эта игра? Кокпар! Кокпар! Да, Кокпар! Всем привет-привет, второй день снимаю для вас влог, сегодня мы едем на Копчагай. Копчагай – это огромное озеро, водохранилище, где много разных зон отдыха, мы туда едем отдыхать. Еще в Алматы позакрывали все казино и тоже перенесли в Копчагай, то есть это такое мини-Лас-Вегас. Вот мы приехали в Копчагай, опять мы с Масима, с Нарой готовим очень много еды. Ну, наверное, я ничего не буду выкладывать на кулинарный канал, просто мы готовим, отдыхаем. Но я вам покажу все-таки, что мы делаем. Сначала покажу Масима. Привет! Бонзорно, Масима, уже слайд, не по-русски, а по-изоляцки. И Нарочка. Привет! Сегодня очень прекрасная погода, последний жарный день, вот мы и все рядом. Мы все приготовили и немножко попозже мы будем все на огне, на углях жарить. В общем, очень вкусно будет. Стейки из индюшати со специями, помидором, луком, форель, замаринованную оливковую массу, чесноке и так далее. Шампиньоны мы, кстати, замочили, замариновали в лимонном соке, тогда они светлеют. Затем мы их измажем тоже в специях и на решетке вместе с баклажанами, тоже баклажаны все в специях. Картофель, в общем, мы завернули в фольгу, разрезали на две части, там посерединке сало и специи. Масима жарит стейки, опять телятина, мясо очень вкусное и красивое. Это мясо в нашем магазине. Галинина Достик. Сал в Итальяне. Там мы лучше мясо. Наша технология перво-казахстана. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»